14 апреля, что совпало со вторым рамаданом, впервые прошло заседание Генеральной Ассамблеи Европейского Мусульманского Форума. Организации, созданной чуть более двух лет назад, на которой впервые в истории были объединены лидеры мусульман стран Европы от Атлантики до Уральских гор. В Генассамблее приняли участие лидеры мусульман из 36 европейских стран. Организаторы подчеркивают, что подобного еще никто не осуществлял. Хотя мероприятие в общем проходило в формате онлайн, часть членов Европейского Мусульманского Форума смогло собраться офлайн и выйти в эфир из двух центров. Здание Духовного Управления Мусульман Российской Федерации в Москве и Офиса Молодежного Форума Исламской Кооперации в Стамбуле. С приветствием к участникам мероприятия выступил модератор Совета Духовных Наставников Европейского Мусульманского Форума, муфти Духовного Управления Мусульман Российской Федерации шейх Равиль Гайнуддин и видный политический деятель Малайзии, модератор Попечительского Совета Европейского Мусульманского Форума Анвар Ибрагим. Также из числа политических лидеров мусульман с приветствием к Европейскому Мусульманскому Форуму обратился премьер-министр Пакистана Имран Хан. Помимо обсуждения Устава Организации и положения его структур, на мероприятии обсуждался вопрос защиты прав мусульманских меньшинств в мире. В частности, одной из самых болезненных тем, безусловно, является вопрос уйгурского меньшинства в Китае, по которому выступил президент Всемирного Уйгурского Конгресса доктор Далкун Иса из Мюнхена. А также от лица Европейского Мусульманского Форума выступил лорд Назир Ахмед из Соединенного Королевства. Не могли участники ген-ассамблеи пройти стороной вопрос исламофобии в Европе, хуже всего проявляющейся во Франции. Лидеры мусульман Европы поддержали необходимость судебного разбирательства с произволом со стороны кабинета Макрона по отношению к самой крупной мусульманской общине Западной Европы, к своим собственным гражданам-мусульманам. Участники генеральной ассамблеи единогласно поддержали Мурада Эль-Хаттаба, эксперта геополитики, писателя и призера литературной премии «Мира и толерантности», заявившего о выдвижении своей кандидатуры в президенты Франции. Я планирую выдвинуться кандидатом на президентских выборах во Франции в апреле 2022 года. Президент Европейского Мусульманского Форума Абдул-Вахет Ниязов подчеркнул, что мусульмане могут и должны активно участвовать в политической, общественной и культурной жизни Франции перед лицом дискриминации и исламофобии. Кроме того, лидеры Европейского Мусульманского Форума сошлись на том, что мусульмане Европы должны сделать для себя приоритетной миротворческую миссию в исламском мире, особенно в выстраивании отношений между мусульманскими странами на Ближнем Востоке, для воцарения мира и стабильности в этом ключевом для всей уммы регионе. Участники генеральной ассамблеи Европейского Мусульманского Форума приветствовали возобновление отношений между Саудией и Катаром, наметившиеся налаживание отношений между Египтом и Турцией и выразили надежду на дальнейший вектор, на нормализацию отношений между странами региона. Очень важным вопросом, поднятым на обсуждение генеральной ассамблеи ЕМФ, стал межрелигиозный диалог, так как диалог между авраамическими конфессиями является залогом стабильности для европейского континента. Спикерами было подчеркнуто, что выстраивание данного диалога должно основываться на базе сохранения традиционных семейных ценностей, что на сегодняшний день более чем актуально. Что касается структурных изменений Европейского Мусульманского Форума, был расширен состав руководства организации, а также принято решение о проведении следующего заседания генеральной ассамблеи Европейского Мусульманского Форума уже в нормальном режиме, не онлайн, в Брюсселе в 2022 году. Ближайшее же расширенное заседание правления Европейского Мусульманского Форума также в нормальном режиме намечено на 8-9 июня в Литве, а затем 10-11 июня в Беларуси с участием лидеров этих государств.